вопрос задается друзья всех приветствую с утречка значит вопрос о том как американцы переезжают вот это же сложно обрастаешь с карбом а тут еще в другой штат и в общем вот такое вот ну как вот они бедные там переезжают я хочу сказать что сложности переезда в америке в основном находится в области как бы отношение к этому вот если человек к этому относится ой боже мой да столько проблем ой-ой-ой-ой так я вам скажу не то что в другой город а просто на соседнюю улицу переехать проблему мы переезжали ну я не знаю там раз пять-шесть сами мы перевозили там подать поначалу когда приезжаешь там народ еще не денежные плюс у нас еще советские такие понятия были там кто-то переезжает сразу набегает толпа там 10 человек давай его перевозить там какой трак большой нанимается и все там таскают поэтому я участвовал в большом количестве переездов и сам и с друзьями и могу сказать как бы что всякий переезд это как небольшая такая военная операция безусловно особенно когда у тебя дети особенно когда ты тащишь свою мебель и это даже не связано с тем что ты переезжаешь в другой штат другой город и тогда вот тут же вот вот все тут но надо сказать что с возрастом со временем с американским стажем и так далее мы столкнулись с индустрией перевозок переездов и так далее я вам скажу что если у вас есть деньги ну или скажем так не то что есть но не жалко вот на это вам придут люди упаковщики они упакуют все что у вас есть распихают по коробочкам каждую чашечку завернув бумажечку все это дело сложит в коробочке пометят номерочками привезут вам на новое место куда вы там им скажете сами все погрузят сами все сделать вы даже знать не будете им и и присутствовать не будете вы им дадите ключ и они все сделают пока вас там даже не будет это стоит каких-то денег если вы переезжаете ну не то что там не по своей инициативе но вот есть компания которая вас берет на работу и компания оплачивает вам вот эти расходы называется релокейшн частью вашего джоп-офера может быть оплата вашего релокейшн когда вы сами бегаете за работой и в общем вынуждены приспосабливаться это одна история но когда вы специалист когда за вами охотятся когда вас пытаются ну как бы сказать привлечь да дать вам какие-то значит такие сладкие ковришки чтобы подсластить вот это все вот релокейшн в частности входит в пакетч который вам дают у нас был один студент вы не представляете у него была яхта небольшая он на этой яхте в начале 90-х самом начале там 91 92 он участвовал в какой-то регате вообще он из иркутска сам был но такой же взрослый мужик лет там за 40 и он был вот такой яхтсмен короче во владивостоке была какая-то регата и он с товарищем вот на этой яхте смылся оттуда уж куда они там приплыли я не знаю то ли сразу в америку то ли сначала может в японию потом в америку но во всяком случае они приплыли на яхте и эта яхта стояла у него тут какой-то марине и он поначалу пока там политическое убежище получал это давно было значит он там в этой марине подрабатывал он там красил значит чужие яхты он там обдирал там не знаю что там на них нарастает общем-то подрабатывал и жил в этой яхте а потом уже как-то он легализовался пришел к нам учиться один из первых моих студентов был вот и взяли его на работу в microsoft так да а он им там в microsoft и говорит что у меня вот яхта но она подтекает и и она своим ходом не дойдет из сан-франциско до ну туда в район светло они говорят да ничего страшно поставим на платформу привезем это было частью его релокейшн пакет же значит поставили на платформу привезли его яхту big deal ну то есть абсолютно все вопросы решаются если не делать из этого неразрешимых проблем абсолютно все очень удобно очень так сказать комфортабельно ну конечно у денег стоит но кто же говорит но они не хочешь платить деньги ну сам давай но возьми это самую тележку в аренду там загони на нее яхту друзей позови то есть каждый человек он в своем бюджете как-то этим всем разу распоряжается разруливает значит я я не вижу проблем никаких там если ты не хочешь тратить деньги взять и самому все собрать по коробочкам коробочки продаются я вот на днях товарищу дал два десятка коробок которые у меня в гараже лежат знаете так нам три соли забрасываешь во время переезда коробки остаются хорошие но вот так сплющиваешь их так раскладываешь они остаются плоскими закинул на три соли ну мало ли чего когда куда ехать вот а он окажется переезжает там приехал собственно по другим делам ну так слово за слово я ему отдал эти коробки чтобы он там с ним переезжал то есть она может так и денег не стоит и я вам больше скажу если там на крекс лист пойти искать там и поискать там то коробки отдает бесплатно самовывозом я думаю что бесплатно и коробки вот у нас поскольку мы там нашу пристройку закончили и купили там новую кровать значит вот эта рама которую нас раньше было а king size хорошая рама ей три года совершенно практически новую мы никогда не не перевозили не разбирали не собирали там десять раз то есть от этого она портится с абсолютно все как новое и надо было как-то избавиться от этого на фейсбуке бросили там клич тут же 10 человек прибежало ну смысле один из них вот вчера и забрал то есть тут тут даже даже вещи которые в принципе вот пойти купить денег стоит можно бесплатно в любом количестве там сколько тебе надо там для чего для жизни тогда поэтому еще раз это вопрос отношения и не больше чем отношения вы можете нанять может быть надо будет как-нибудь зайти вот в это место вы знаете что вы можете по погуглить эта штука называется юхоу холл от слова тащить эйч и юл эйч и юл ю одной буковкой потом дэш черточка ю холл и посмотрите на на сайте чего вам это самое вы увидите какие там есть строчки и сколько они стоят и в общем все на свете и там же и коробки и ремни и тележки для погрузки ну ну то есть абсолютно все вот можно взять маленький грузовичок можно взять они там даже знаете так их по размеру они классифицируют one bedroom two bedroom 3 bedroom то есть вот не нет нет не тоннами там а вот как бы комнатами да это у тебя ван бедра вот тебе трачок у тебя туба драм надо переехать вот тебе такой трачок вы можете взять этот трачок и шпарит на нем там из лос-анджелеса в нью-йорк если хотите вот а можете подрядить какой-то большой трачок который приедет все это подгрузит и увезет и там на месте разгрузит еще и разберет то по деньгам так что я даже не знаю насчет скарба вы можете очень дорожить вашим скарбом я помню на этим в начале 90-х я тогда преподавал там на курсиках одних и была женщина из города черновцы вот и для меня черновцы это как бы так найти по тем понятиям там западную украину ну там ну да ну горы там леса там я не знаю карпаты ну что там вот она оказывается работала бухгалтером на мебельной фабрике и привезла с собой контейнерами перевозками привезла с собой мебель вот этой самой черновицкой значит мебельной фабрики и я по тем временам я никогда не видел этой мебели я никогда не слышал об этой черновицкой фабрике мебельной но может быть хорошая мебель откуда же я знаю может быть там замечательные породы дерева которые здесь стоят миллионы я не знаю я просто хочу сказать что люди мебель из черновцов сюда тащили кантам контейнерами и так далее то есть у всех свои мысли это это было 25 лет назад это не было сегодня когда-то уже индустрия такая перевозок что совершенно несравнима с той что тогда было поэтому всяк бывает вот люди распродают свой скарб чтобы его не возить например на этом самом на гараж сейлах или продают его на там крекс листе приходят люди там покупают есть очень много способов там распродать или задаром отдать это все может там за символические деньги я хочу сказать что у нас тут место дорогое и иногда люди из очень дорогих домов много миллионных куда-то переезжают и мы вот ну может быть последние десять лет мы не интересуемся а вот до того интересовались и я помню мы купили за 250 долларов обалденный сервиз на 12 персон с таким количеством всего что мы уже раздали и снова раздали и опять раздали и у нас еще до сих пор дома есть этого сервиза будь здоров сколько японский шикарный они там хозяйка отдавала она но она не плакала но так почти плакала и она говорит что два раза пользовались сервизом она отдавала за 200 долларов покупала там назад за две с половиной тысячи ну а что делать ну богатые люди у них какой-то там они построили этот дом ему было там всего два года этому дому к ним даже асфальтовую дорогу провожили на холм они там занимали целый холм и дорогу построили чтоб туда заехать там еще холм такой градусов не знаю под 45 то есть у меня света боялась туда заезжать она мне я сел за руль потому что она она боялась проще на съезжать боялся на заехать заехала обратно боялся в общем к чему я рассказываю что и так тоже бывает этим поэтому миллион способов но нет не то чтобы там кто-то от этого скарба там сильно пострадал что он его с собой тащит дом который мы построили в лос-алтес и потом вот три года назад мы из него уехали так когда дом построился мы покупали мебель и риэлтор которая с работала не лет но нам моргиджами занимал финансируем и я и тогда говорю слушай вот эта мебель которую мы сюда покупаем это настолько узкая настолько специфично что вот если не в этот дом то вообще непонятно куда видеть потом она говорит а такие дома говорит она так и отдают с мебелью никто не забирает мебель потому что ее реально некуда поставить в другом доме то есть и и так и я я думаю надо же как прикольно мебели все-таки деньги там это все не 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 дешево на большом доме но реально этим кончилось то есть мы забрали там картины у нас какие были мы забрали может быть несколько предметов которые нам ну как-то были дороги а все остальное оставили и мы спросили вот этих ребят которые купили дом моего ребята если вы хотите мы ну наймем сервис это все выведем куда-то может быть на крекс листе там распродадим или как-то вот и они говорят вы знаете чего да пусть стоит потому что там чтобы такое подобрать чтобы вот стало вот так так это может несколько лет уйдет пусть стоит если мы захотим когда-то поменять мы потихонечку сами тогда будет вот так и уехали и бросили копейки не взяли за эту мебель потому что если я из дома вывозить так еще там и старапаешься громоздкая тяжелая я не знаю в общем такая специфическая ампирная такая была в общем что тут сказать возвращаясь к теме переездов от настроения вот сейчас у тебя настроение что ты хочешь сбросить ни о чем не думать и поехать значит ты можешь сбросить поехать ни о чем не думать есть такая возможность другая возможность ты говоришь нет вот я как женщина из черновцов до которая не берешь ты и пожалуйста возьми свою мебель сначала ты из черновцов привез потом ты хочешь ее из там сан-франциско в лос-анджелес да нет проблем ну вози с собой все что хоть поэтому никаких никаких проблем может сказать а нельзя ли вы так чтобы все вот все 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 но бесплатно так не получается но или сам давай и так чтобы бесплатно и беззаботно и вот как то так но вот так не получается не не знаю такого решения у меня нет брось все нафиг и поехал и поезжай вот хотя могут оштрафовать за загрязнение за то что кто-то должен потом приехать из-за тебя все это выкинуть да тут даже знаете вот нельзя вынести диван поставить на улице с мыслью о том что может кто-то заберет оштрафуют ну в смысле если узнают кто оштрафуют не положено улице замусоривать своими диванами значит звонишь там в какой-нибудь но я не знаю salvation армии да там армию спасения они могут приехать и забрать я когда-то был счастлив в инициативе как был обвал интернет бума у меня было шесть классных комнат в тот момент ну небольших тому по 15 там рабочих мест и но мы надо было освобождать помещение и мониторы там были такие эти мониторы нельзя было выкидывать на помойку потому что они ну какие-то были не очень полезные что ли там я не знаю какая-то была такая хохмочка почему их выкидывать нельзя а их надо куда-то свести и вот чтобы там у тебя взяли ну и у меня это salvation армии приехала и забрала все мониторы боже за бесплатно естественно но я я был так счастлив что вот можно куда-то скинуть вот поэтому это и так тоже можно вот приедут бесплатно заберут да ну я думаю что я уже так много всего об этом порассказал что даже не знаю что что-то еще рассказать в общем если надо будет переезжать даже не сомневайтесь вообще американцы в целом легко переезжают здесь принято ездить за работой то есть человек живет в одном штате значит он там поехал там куда-то в другой штат у него там другая работа это абсолютно принято никаких тут проблем нет и сел и поехал вот очень-очень популярно я вот недавно снимал сюжет в серии интервью с блогер блогером снимал сюжет вот и там оля военнослужащие американской армии и они тут на одной базе там немножко на другой базе немножко на и даже когда ты на одной базе ну ты там перемещаешься и даже вот вокруг этой базы ты все равно переезжаешь с места на место и так далее конечно в этом есть элементы неудобства потому что дети там школы и так далее друзья это все не не очень симпатично но ну да ну это жизнь так что ладно ребят я думаю что я эту тему исчерпал значит запомните ю холл буковка ю черточка дефис холл эйч эй ю л ол тянуть да значит сам тащишь вот этот самый ю холл пойдите посмотрите и все увидите счастливо